Всем доброго времени суток. Сегодня мы будем говорить о Кликсенс. Безусловно, сегодня я покажу этот продукт во всей красе, но перед тем, как я переступлю к демонстрации, хотелось бы расставить несколько, на мой взгляд, важных акцентов для того, чтобы стало понятно вообще, почему мы говорим о Кликсенс и чем он коренным образом отличается от любых других продуктов, существующих на рынке информационных технологий, позиционирующих себя как аналитические инструменты. Дело в том, что существует несколько тенденций. Первое, связанное с тем, что считать анализом данных, что считать отчетностью. И я пару слов скажу о том, как мы анализируем, чтобы у вас в голове сложилось понимание, в чем разница этих подходов. Второе, это то, что, к сожалению, большинство современных производителей, правильнее сказать, все современные производители информационных технологий, кроме Клик, сейчас почему-то делают единственный акцент на создании интерактивных, ну или можно сказать гламурных объектов визуализации, считая, что именно интерактивность и гламурность позволят сразу пользователю перебросить из технологии работы с отчетами сразу к анализу данных. На самом деле это не так. Для того, чтобы пользователю позволить в инструменте именно анализировать данные, желательно бы, чтобы в инструменте помимо визуализации присутствовал некий дополнительный функционал. И вот для того, чтобы осознать необходимость появления этого функционала, я как раз и сделаю буквально несколько вводных слайд. Итак, когда возникает аналитика? И как мы вообще анализируем информацию? Будем рассматривать все, естественно, на простых, понятных примерах. Давайте для себя попытаемся ответить на три простых вопроса. Когда возникает отчетность и когда аналитика? Почему появляется запрос «дайте мне много разных отчетов»? И как это связано вообще с тем, как мы мыслим, как мы анализируем, как человек принимает те или иные решения? Итак, возьмем первый пример. Будем считать, что в качестве отчетов у нас есть информация о погодных условиях, например, на сегодняшний и на завтрашний день. Она может себе содержать сведения по температуре, по количеству осадков. Более того, мы можем даже давать ей свою эмоциональную краску, там, хорошая погода или плохая погода. Но это не означает, что она перестает быть отчетностью с точки зрения сути информации. Когда же эта информация становится анализируемой нами? То есть, когда мы ставим задачу анализа информации, присутствующих в отчетах? А тогда, когда у нас появляются еще две составляющие, появляются вместе. Первая – это некий внешний контекст, которого не было, и в контексте которого мы не рассматривали имеющиеся у нас цифры. Пусть у нас нашим контекстом, например, станет информация о том, что нам нужно лететь в командировку или в отпуск, например, завтра. И мы должны будем пытаться оценить транспорт, которым нам более эффективно, более безопасно и комфортно будет лететь в эту командировку или отпуск. То есть, фактически, мы говорим о появлении второй составляющей, нам необходимо принять решение даже в рамках некой недостаточности информации. Понятно, что это все равно останется прогнозом нашим неким, и мы берем ответственность за принятие этого решения и за его исполнение сами для себя. Но при этом цифры, которые у вас уже свидетельствуют о текущей погоде в завтрашнем дне, вы начинаете анализироваться, поставлять с появившимся контекстом, с степенью ответственности, которую вы готовы на себя принять для того, чтобы выбрать тот или иной транспорт. Вот тут начинается анализ, вот тут, собственно, появляется попытка оценить погоду с точки зрения всех возможных характеристик, влияющих на принимаемое вами решение, на ваш полет, в отпуск или в командировку. Так происходит и в реальной жизни, например, в бизнесе. Первое, когда мы говорим, что наш бизнес состоит из ряда процессов, и все процессы у нас отлажены, наш бизнес функционирует все прекрасно, то с точки зрения контроля за его деятельностью, можно сказать, что мы занимаемся простым администрированием. Фактически мы говорим, что в рамках этого отлаженного бизнес процесса у нас есть некие предусмотренные, предопределенные показатели эффективности KPI, и мы просто смотрим на них, смотрим, не выходят ли они за рамки допустимых значений. И для этого нам достаточно просто обычных отчетов, ежедневный мониторинг проводим, а может быть и более частый, но мы смотрим на то, как функционирует наш процесс без всяких сбоев. Естественно, важно, чтобы этим цифрам вы доверяли, мы предполагаем, что эти цифры были проработаны вами, показатели были проработаны вами, и у вас есть полное доверие к тому, что они отражают реальную жизнедеятельность вашего процесса. Но в какой-то момент у вас, как у человека, отвечающего за этот бизнес процесс, возникает ощущение, что несмотря на вроде как правильные цифры, согласованные показатели, в какой-то момент времени они перестают адекватно отражать реальную картину мира. Почему? Потому что как раз появился тот контекст, который не был внесен ранее и учтен в расчете этих показателей, и цифры по-прежнему говорят, что у вас все хорошо, а реально у вас, например, пошли задержки в доставке, например, товаров вашим заказчикам. Пошел какой-то брак на производственной линии. То есть вроде как по показателям должно быть все хорошо, но реалии опровергают эти показатели. И первое, что у вас возникает вопрос, а в чем причина этого недоверия? Что изменилось? Как выцепить вот тот вот контекст? Как снова внести его в наши показатели для того, чтобы снова перейти к обычной функции администрирования и позволить бизнес-процессам функционировать как ранее? Естественно, для того, чтобы понять этот контекст, оценить эти внешние условия, что вы говорите? Дайте мне мой отчет. Вы понимаете, что он не отражает адекватной картины мира. Дальше, естественно, вы пытаетесь другими отчетами, смотря на эту информацию в других срезах, заместить эту недостающую информацию. Вы пытаетесь этими разными отчетами с разных сторон посмотреть на бизнес-процесс, пытаетесь уловить вот тот недостающий контекст, который появился и который изменил правила функционирования вашего процесса. Более того, вы планомерно начинаете переходить стадию управления, потому что вы понимаете, что процесс работы так не должен. Вам так или иначе нужно принять решение, что с ним сделать, либо изменить показатели какие-то, и нужно по-другому оценивать процесс, либо изменить сам процесс для возвращения его в нормальное русло функционирования. И вы, естественно, начинаете оценивать риски. А что будет, если вы изменю такие-то составляющие процесса? А что, если я не изменю их? Каковы будут последствия? И вы, по большому счету, чем занимаетесь? На основе вот этих вот рисков, понятных вам, и разных отчетов вы пытаетесь себя в голове, здесь вот это ключевой момент, в голове отчеты у вас, условно говоря, на компьютере, на мониторе или на бумаге на столе лежат, а вы именно в голове образно пытаетесь сопоставить их между собой и выстроить вот ту самую объемную картинку, как здесь нарисован айсберг, большая часть которой вам не видна, потому что вы ее додумываете, вы пытаетесь наиболее полным образом представить эту картинку. На основе вот этой вот неполной даже картинки, или на основе того, как вы ее себе представите, вы так или иначе вынуждены будете принять решение, поэтому ваша задача как раз получить в идеале инструмент, который бы за вас эту полноту картины обеспечил и дал вам уже готовый объект управления, ну, каком-то объемном его визуальном представлении, который вы могли его покрутить, поотрабатывать гипотезы, а не додумывать о нем какие-то вещи именно у себя в голове на основе огромной кучи отчетов. Как мы анализируем информацию? Для подтверждения того, что сам процесс анализа происходит реально так, как я говорил, я сделал еще несколько картинок. Ну, например, первая картинка, о чем она говорит? Ну, сами можете подумать, поставить видео на паузу и понять, что вариантов может быть куча. Дорисуем еще одну картинку. Дорисуем следующую. Я думаю, что полноты представления о том, чем являются эти срезы или, читай, отчеты того или иного предмета не добавили пока. Но если мы начнем увеличивать количество этих отчетов, то в голове у нас начнет возникать дополнительные представления и, вероятнее всего, уже кто-то догадался, что все эти срезы, эти отчеты, чертежи, неважно, характеризуют некий наш объект, эта коробочка, сделанная, например, из картона или из бумаги. Более того, мы можем вносить дополнительный контекст, который до сих пор не вносили. Ну, например, что-то еще нарисовать, добавить к тому срезу, который мы видели, еще какие-то точечки, нарисовать в другом срезе. Возможно, кто-то из вас уже догадался, что с учетом предыдущего контекста коробки и вышенарисованных картинок мы говорим о каких-то коробочках, в которых лежат какие-то предметы, и картинка становится абсолютно очевидной тогда, когда мы дорисовываем ее уже в том виде, в котором мы привыкли ее видеть. Соответственно, что очень важно? Важны не только факты, не важно не только отчеты их многообразия, важен угол зрения, важна возможность, отрабатывая гипотезы, крутить этот объект управления, и очень важно, если сам инструмент, который вы используете, дает вам не просто много отчетов, любые отчеты, любые цифры, а он за вас составляет вот эту вот картинку, обеспечивая ее целостность и возможность работы с ней, ну, как с объемной 3D-картинкой. Что усложняет еще вот такой переход от отчетности к аналитике, как мы уже сказали? Осложняет еще и противостояние между бизнес-пользователями IT. Ну, для того, чтобы понять, есть оно или нет, я просто на нескольких слайдах покажу несколько диалогов и несколько пример того, что чаще всего происходит в различных организациях, то, с чем я сталкиваюсь по работе. А вы сами для себя решите, есть ли такое противостояние. IT говорят, у нас все хорошо, у нас есть все необходимые отчеты, если нужны новые, мы создаем новые, у нас их, например, 10 тысяч ежедневно генерируется, у каждого есть то, что ему нужно и так далее. И если им задаешь вопрос, ну, а если все-таки чего-то не найти, если нужен какой-то еще один отчет, и для этого у нас тоже есть ответ, у нас большая часть отчетов уже создана, например, те же 10 тысяч, а еще есть какой-то инструмент, который позволяет пользователю сгенерировать там 10 тысяч первый, 10 тысяч второй и так далее. У него вроде как все есть, поэтому к нам никаких претензий, мы данные предоставляем, сами бизнес-пользователи крутят, как хотят. Ключевой вопрос, что значит крутят? Они просто имеют кучу отчетов и восстанавливают по этим отчетам, как мы говорили только что, картинку, образную себя в голове. Или инструмент им дает эту образную картинку, и они с ней уже работают, как с готовой картинкой. Потому что то, как каждый конкретный человек на основе разрозненных отчетов представляет себе эту картинку, зависит от его образа мышления. И два разных человека, которые видят одинаковый набор отчета, картинку могут представлять по-разному. Поэтому важно именно, чтобы сам инструмент эту картинку создавал так, чтобы эта картинка была одинаковой для этих бизнес-пользователей, чтобы они предметно могли обсуждать одинаковые вещи между собой. И об этом и говорит бизнес. Да, у нас есть много отчетов, но в них сложно найти требуемые. Причем сложно найти по двум факторам. Во-первых, их действительно много в этом разнообразии, попробуй разберись. Вполне возможно, это разнообразие нужно, потому что разным людям нужны разные отчеты. Но нам, именно мне, конкретному человеку, их сложно найти. Или второй момент. Мне не хватает возможности сгруппировать, объединить несколько отчетов, потому что мне важны не сами отчеты, а картинка, объемная, которую они дают. А у меня нет такого инструмента. Я не могу собрать эти отчеты воедино. Я пытаюсь их собирать у себя в голове. Более того, как мы говорили, контекст постоянно меняется, внешние условия меняются. В плане бизнеса это может быть и политика, это может быть и финансы, это могут быть какие-то новые законодательные акты в конкретной стране. И поэтому получается, что мне цифры постоянно нужны в разрезе новых контекстов. И это означает, что мне постоянно получаемые цифры нужны в разрезе имеющихся и вновь появляющихся контекстов. И очевидно, что каждый из пользователей, бизнес-пользователей, который столкнулся с этой проблемой вороха отчетов, в которых не найти то, что нужно, начинает использовать привычные для него инструменты, самые разнообразные, для создания тех представлений, которые ему удобны, которые позволяют ему именно с его образом мышления выстроить правильную картинку. Он начинает выдергивать данные из разных систем, из разных отчетов, делать выгрузки в знакомые инструменты. И в итоге, когда наступает необходимость совместного обсуждения каких-то тем для принятия совместных решений, выясняется, что пользователи даже договориться не могут, потому что у них цифры между собой не бьются, они делали разные выгрузки, разные представления, и у них нет предмета общего обсуждения, у них все цифры разные и взгляды разные. Вторая вещь, второй взгляд на противостояние, то, как они появляются. Узнаете, называется себя, есть ли у вас такое. Бизнес-пользователь говорит, я знаю, что у нас хранятся вроде какие-то данные, дай мне, пожалуйста, эту информацию. IT говорит, да, не вопрос, эти данные не только есть, а уже есть готовые отчеты, возьми их из таких-то отчетов. Бизнес-пользователь говорит, ну, как бы да, я видел эти отчеты, но я ощущаю, что они не дают мне полноты картины мира. Как я говорил, изменился контекст. Соответственно, бизнес просит IT предоставить эти цифры в новом контексте, а IT говорит, а как это должно быть учтено, и мы не знаем, ты как бы объясни. Бизнес-пользователь еще усложняет задачу, говорит, ну, как бы я сам не знаю еще, я только предполагаю, что этот контекст может быть существенным, поэтому мне нужно несколько вариантов для того, чтобы из этих вариантов выбрать наиболее правильный, наиболее адекватный, который минимизирует мои риски принятия неправильного решения. Поэтому вот тебе раз, два, три, десять там и так далее вариантов. IT понимает всю сложность стоящей перед ней задачи и понимает, что потенциально это не только объемная задача, но это еще и предметная область, которая не связана с информационными технологиями, а предметная область конкретного бизнес-департамента. И он начинает защищаться и говорит, слушай, напиши, что ты хочешь четко, да, сколько тебе надо вариантов, что делать, какие формулы там и так далее. Напиши технические задания, мы оценим трудозатраты, посчитаем время и когда-нибудь сделаем. Бизнес говорит, слушай, ну, а я не могу тебе написать техническое задание четкое, потому что, как я уже тебе говорил, я гипотезы отрабатываю. У меня нет четкого решения, мне нужен инструмент, который мне позволит выбрать какое-то оптимальное и при выборе оптимального дальше при необходимости уточнить его. То есть мы работаем в неком состоянии неопределенности, мы не можем договориться об общих каких-то вещах. Естественно, IT продолжает защищаться и начинает расти стена, да, и говорит, а у меня таких запросов в целую очередь. Бизнес давит, но мне очень нужно, потому что не существует неправильных решений, а существуют решения, принятые не вовремя. Мне нужно это сейчас, мне это нужно сегодня. А IT продолжает защищаться и говорит, а мы без ТЗ не делаем, потому что понимаешь, что, собственно, и скорость требуемой создания новых представлений, и сложность, она неподъемна, ну, как бы на таком быстром подхвате. Соответственно, бизнес говорит, задача умрет, пока мы будем подписать ТЗ, потому что уже не раз сталкивался с подобными вещами. Ну, а IT говорит, в итоге, сделай сам, ты сам понимаешь, что тебе нужно, все ресурсы у тебя есть, как мы говорили, инструменты как бы есть для создания отчетов. Бизнес говорит, я пробовал там сложно, потому что я начинаю дергать данные из разных отчетов, из разных систем, я путаюсь, и уже, как показала практика, с разными людьми у нас цифры не бьются между собой, смысла в этом нет. Ну, и в итоге вся эта тема закрывается, потому что, собственно, люди не договариваются. Что в итоге мы получаем? Мы получаем фактически противоположные отношения друг к другу со стороны бизнеса и IT. Бизнес говорит, мы не удовлетворены полнотой информации, мы не видим того, что нам хочется видеть, а зачастую еще даже сформулировать не могут, они хотят именно видеть объемную картинку. IT говорит, ну, а мы не готовы, собственно, даже эту картинку сделать, потому что мы не понимаем, у вас постоянно изменяется хотелка, и каждый день что-то новое, может быть, по нескольку раз в час. Более того, вы сами не понимаете, чего вы хотите. Со стороны, опять же, бизнеса, просто констатация того, что решения принимаются не своевременно, для их принятия не хватает данных, и недовольство IT, которое эти данные у себя держит. А IT говорит, слушайте, ну, мы готовы эти данные предоставлять, не вопрос, они у нас есть, но мы не готовы за вас описывать то, как вы будете воспринимать, потому что мы не знаем тех предметных областей, за которые вы отвечаете. Бизнес говорит, а мы хорошо, раз мы понимаем, что IT нам помочь в этом не может, мы будем пытаться искать инструменты на рынке, которые нам позволят, вообще не обращаясь к IT, в идеале, самим играться с теми данными, которые у нас есть. А IT со своей стороны подхватывает эту идею и говорит, ну, хорошо, мы поможем искать те инструменты, которые вообще не требовали бы в нашей привлечении работу с вашими данными, делайте все сами. Данные мы вам предоставим. В итоге вот эта вот стенка разрастается, противостояние только увеличивается. Исходя из всего того, что мы обсудили, очень коротко требования к инструменту, что хотелось бы получить в идеале. Ну, а дальше мы, на самом деле, забегая вперед, скажем, что увидим это в кликсенсе. То есть нам важно не просто очередной генератор отчетов, нам не важно, анимированная или не анимированная, насколько там красивая визуализация будет, потому что, как мы уже, наверное, смогли почувствовать, вопрос не в анимировании и не в визуализации, а в принципе в другом подходе к работе с данными, который позволил бы вам составлять объемную картинку из данных. При этом устранить вот те самые противоречия, которые мы с вами только что обговорили между бизнес-пользователями и IT. Соответственно, чего хочет бизнес? Он хочет новую трехмерную картинку объектов управления, которую он может крутить, отрабатывать разные гипотезы, в идеале не дергая коллег из IT, потому что они ему здесь помочь не могут, это не их предметная область. IT со своей стороны говорят, ну да, мы с этим согласны, мы хотели бы, чтобы мы данные отдали, а бизнес-пользователи крутили их так, как им нужно, они сами поймут, как им нужно крутить. При этом такое достижение консенсуса возможно, как мы уже говорили, не только за счет визуализации, а за счет иного принципа подходов работы с данными, и мы это сейчас посмотрим с вами в Кликсенсе, который позволил бы бизнесу выбирать любые углы зрения, крутить данные так, как им хочется, соответственно, не терять никогда контекст, не терять полноту информации, и визуально захватывать ту информацию, которую они наблюдают, неважно в каких объектах визуализации они это видят, с тем, чтобы погружаться в детали, и минимизировать риски принятия некачественных решений, связанных с тем, что ту или иную часть информации не достает для принятия этого решения. Ну и теперь перейдем непосредственно к демонстрации Кликсенс. Посмотрим, как все то, что я проговорил, может быть решено средствами Кликсенс. Нам с вами предстоит достаточно большая демонстрация, в рамках которой для того, чтобы вы ощутили все принципы работы Клика и ощутили, как он решает те задачи, о которых мы уже проговорили, я буду при вас создавать аналитическое приложение с нуля, исходя из тех наборов исходных данных, которые у нас будут. При этом мы с вами посмотрим, какие роль играют бизнес-пользователи и IT. Посмотрим, безусловно, как выглядит и сам анализ для бизнес-пользователя, и как решает задачи, связанные с коллегиальным принятием решений. Ну и, естественно, продемонстрируем многие другие немаловажные вещи, которые, естественно, может быть, играют вторичную роль, но, безусловно, рассматриваются заказчиками с качества функциональности, которая должна присутствовать в современных продуктах. Итак, первое, на что мы обратим внимание, это на загрузку данных. Итак, первое, что я делаю, это создаю аналитическое приложение. Назовем ему как-нибудь. И в это аналитическое приложение я хочу добавить те или иные данные. Очевидно, начнем мы с этого. Данные можно добавлять самыми разными способами. Безусловно, Кликсенс понимает самые различные источники данных. Устанавливая дополнительные коннекторы, можно расширить этот список. Но в нашем примере, поскольку нам важно сейчас с вами понимание сути, я буду использовать более простые наборы данных, представленные в виде набора Excel-файлов. И внутри каждый из этих Excel-файлов содержит по одной табличке. В общем случае, безусловно, отдельным преимуществом Кликсенс является готовность работать с любыми источниками одновременно. То есть для составления полной картинки, например, вашего бизнес-процесса, вы одновременно можете забирать данные из самых разных источников и создавать по ним общую визуальную картинку для использования этих данных совместно. Но в нашем примере мы будем использовать более простые наборы данных, поскольку нам важно понять суть, а не куча технических деталей. И в своем примере я буду использовать в качестве источников семь разных источников. Отдельным преимуществом Кликсенс на нем акцентировать внимание, что Клик готов одновременно забирать данные самых разных источников, объединяя их между собой для составления цельной картинки об анализированном объекте управления. Ну и в моем примере я использую простейшие источники. Каждая экселька содержит там по одной табличке, и мы посмотрим, как они будут выглядеть в процессе добавления данных. Итак, как я это делаю, раз источники очень простые? Я просто беру и drag-and-drop добавляю тот или иной источник. В данном случае у меня простейший источник, который содержит информацию об адресах, местах жительства тех или иных сотрудников. Город, улица и так далее. Я просто добавляю эти данные. И после добавления этих данных Клик уже предлагает мне что-то визуализировать. Но я понимаю, что это у меня не все данные, поэтому я пока ничего визуализировать не собираюсь. Я перехожу к следующей табличке с данными, некие фактические данные. Таких фактических таблиц, естественно, с данными может быть много, но она у меня выглядит вот такой. Я добавляю эти данные. И как бизнес-пользователь понимаю, что в этих данных, безусловно, хранится нужная мне информация. Вот у меня адреса сотрудников. Мы можем внизу в виде таблички видеть данные, которые были загружены. Видим фактические данные. Но помимо того, что я вижу фактические данные в том виде, как они хранились в источнике, так как я их загрузил, я хочу еще иметь возможность перебразовать данные к тому виду, который мне позволит принимать на основе них решения. К примеру, я сделаю сейчас несколько модификаций этих данных, поскольку очевидно, что не всегда данные в том виде, как они хранятся, приемлемы для принятия решения. Иногда для этого требуется выполнение более простых или более сложных преобразований. Забегая просто вперед, и не загружая сейчас вас техникой, скажу, что я сейчас покажу, как можно выполнять простые преобразования ваших данных. Для тех из вас, кто столкнется с более сложными вариантами, просто для себя примите сейчас на веру то, что в клике существуют встроенные все необходимые инструменты, которые позволяют загрузить из любых наборов источников данные в том виде, как они хранятся, и преобразовать их к тому виду, к любому виду, который является наиболее эффективным с точки зрения представления данных для конечного пользователя и принятия им решений. Итак, что я буду модифицировать в своих данных? Я, предположим, вижу, что у меня есть некое поле, которое называется номер счета. Вижу, что оно имеет внутри себя некую структуру, и как бизнес-пользователь, понимающий, что у меня зашито в этом номер счета, предположим, понимаю, что у меня вот эти три отдельные цифры, 45, например, 93 и 23, разделенные высветными знаками, имеют, собственно, разный смысл. То есть это не просто номер счета, а некий код, который зашифрован в номере счета. Я при этом клику говорю, давай тогда использую мой символ высветного знака как разделитель, и раздели, по сути, этот мой номер счета на три отдельных столбца. Первый я буду, например, считать, что это у меня некий агент, через которого производится поставка товара. Соответственно, второе поле, это, предположим, маршрут, код маршрута, по которому производится поставка. Ну и третье, это, например, транспорт, вид транспорта. Пока у нас мы не знаем, что это за транспорт, мы дальше загрузим еще справочник видов транспорта, и по большому счету наличие этого поля транспорт как раз нам и позволит понять по каждой отгрузке, хранящейся в этой таблицке фактов, каким образом происходила отгрузка того или иного товара, в какую дату, через какой склад, ну и так далее. Нажимаю кнопку «Создать поля», и мы увидим, что, несмотря на то, что из исходных данных у нас было загружено всего лишь одно поле, это номер счета, тем не менее у нас создались три дополнительных поля «Агент», «Маршрут» и «Транспорт», в которых у нас теперь присутствует информация по каждому из вот этих вот важных сущностей. Что дальше мы делаем? Следующее, что я делаю, например, это я вижу, что у меня есть в поле «Время поставки», и вижу, что у меня в связи, например, с различными способами занесения информации конечными пользователями в это поле данных. У меня информация представлена по-разному. В принципе, все времена суток называются вечер, день, середина дня, там и так далее. Но есть пользователи, которые вносили вместо этих категорий вечер, день или середина дня конкретное время, например, 9 и 10 утра. И с точки зрения человеческого языка я понимаю, что это у меня утро. Поэтому я хочу, загружая данные в том виде, как они хранятся в источнике, преобразовать их к тому виду, который мне удобен, с тем, чтобы вот эти значения 9 и 10 часов утра заменить на одно значение утра. И обратить внимание, это означает, что я выполнил предподготовку данных, и теперь все у меня записи, которые раньше были представлены отдельными временами, заменены просто на утро, что позволит мне более удобно представлять эти данные в дальнейшем на график, например, или в таблицах в объектах визуализации. Более того, я понимаю, что когда я начну отображать эти времена поставки, например, на диаграмме, вот пример, который вы видите, например, справа, то я увижу, что они будут сортироваться по умолчанию по алфавиту, по названиям вот этих сущностей, утро, вечер, день и так далее. И я вижу, что эти сортировка по алфавиту на русском языке не соответствуют последовательности временных интервалах в реальных сутках, потому что все начинается с утра, например, а не с вечера. Поэтому я хочу, чтобы у меня эти символные значения выглядели в приемлемом соответствующем реальному порядку времени в сутках, я просто беру и, обратите внимание, визуально расставляю их так, как мне это требуется. Утро, середина дня, вечер, следующий день и прочее. И, соответственно, на графиках я уже это буду видеть в соответствующем порядке. Я выполню следующий этап предподготовки данных. Ну и третье, например, предподготовку, которую я еще сделаю, это я хочу сделать так, чтобы мне было удобнее, например, работать с размерами моих сделок, потому что, в принципе, размеры моих сделок хранятся в поле стоимости, я это все вижу. С другой стороны, стоимости самые разные и, обратите внимание, очень много уникальных значений. Мне с ними может оказаться неудобно работать. А я, предположим, для себя понимаю, что для понятия моего решения мне достаточно всего лишь трех категорий. Маленькая сделка, средняя сделка, большая сделка. И в этом случае я прямо здесь могу сказать, пожалуйста, это поле мне представь в виде трех категорий и покажи мне, сколько примерно значений попадает в каждую из категорий. И при этом определяю границы этих категорий. Я говорю, ну давайте, например, считать, что все, что до тысячи условных единиц, это будет считаться, вернее, до тысячи условных единиц, это будет считаться малой сделкой. Малая. Все, что будет, например, до четырех с половиной тысяч, это будет считаться средняя сделка. Ну, а все, что выше четырех с половиной, это будет крупная сделка. Создаю эти категории. И мы с вами видим новое поле, которое, обратив внимание, каждый из видов сделок, исходя из первоначальной стоимости, определяет как среднюю, крупную или малую. Ну и можно переименовать, например, я пишу стоимость, что это категория. Тоже поле стоимость, но уже представлено в виде категории. Загружаю данные. В моем преобразованном виде. То есть, фактически, пока у меня данные загружаются, я акцентирую внимание на том, что данные мы загрузили еще раз теперь уже из двух источников, и при загрузке из одного из источников мы преобразовали их из того вида, в котором они у нас хранились, к тому виду, который нам более удобен для восприятия. Я, тем не менее, на этом не останавливаюсь. Я продолжаю добавлять данные в мою модель. Я говорю, а у меня еще есть справочник по складам отгрузки, где они располагаются, и тип склада, оптовый, розничный и так далее. Добавил. Следующее, что я делаю, это добавляю информацию о моих заказчиках, с которыми я работаю. И здесь есть специфика. Предположим, что у меня список заказчиков был взят из двух разных систем. В чем разница? А в том, что, по сути, информация одинаковая, по смыслу, но она может храниться в столбцах, в полях с разными названиями, может быть, по-разному представлены, но я хотел бы ее объединить, раз уж эта информация об одних заказчиках. Мне не интересует то, что они в разных системах хранились. Мне суть важна. И там, и там заказчики, поэтому я хочу их воспринимать как единое целое. Что я для этого делаю? Я беру первых заказчиков, добавляю сюда, вижу, что вот у меня есть заказчик, его категория, к какому бизнесу относится, ну, некий его идентификатор, предположим. Добавил сюда. Точно так же я поступаю и со второй табличкой, со вторым набором заказчиков. Фактически то же самое видим, но видим, что названия полей немножко другие, поскольку пришла информация из разных систем. Но я еще раз, как я говорил, мне этих заказчиков хочется видеть как единое целое. Поэтому я точно так же беру одних заказчиков и соединяю таблицу с таблицей вторых заказчиков, со второй таблицей. Для того, чтобы визуально было понятно, что я с чем соединяю, я, собственно, прошу клик продемонстрировать мне разницу и включаю режим сопоставления. Я говорю, что обратите внимание, ну, заказчика сегмент, вот он сопоставился, и так нормально. Идентификатор – это на самом деле то, что в одной из таблиц называлось заказчик. Ну, а поле с названием конкретного заказчика я тоже сопоставляю с аналогичным полем, которое имел заказчик названия в одной из таблиц. Применяю. Соответственно, в итоге у меня из этих двух разных источников данные объединяются в одну таблицу с понятными названиями полей и с понятной сутью. Что я еще делаю? Я добавляю сюда справочник, который я упоминал, справочник с видами транспорта. Обратите внимание, в этом справочнике видов транспорта у меня есть идентификатор этого вида транспорта, который мы в нашей таблице фактов предварительно выделили из номера счета, из кода счета. И хотим теперь уже все это видеть как единую картинку. Но пока я просто добавляю этот справочник. Ну и последнее, это, например, те самые люди, которые у меня отвечают за отгрузки, и которые живут в тех или иных городах, мы уже видели, справочник их мест в жительство. Вот их имена и фамилии этих наших сотрудников. Мы берем и добавляем и этот источник. Соответственно, что дальше делает клик? Клик, на самом деле, когда вы загружаете данные из разных источников, статистически методами смотрит, какие реальные значения загружаются в ваших источниках данных, и пытается вам на основе совпадений этих данных рекомендовать, с какими источниками данных их можно соединять. Но в данном случае зеленым рекомендуется те источники данных, в которых видит пользователь совпадающее значение. Рыженькими видит те, показывает, или оранжевыми, те, которых совпадение есть. Но статистические методы показывают, что там неполные есть совпадения. Ну а если я, например, перетащу данные на таблицах, где совпадений не было вообще найдено, клик мне подскажет, что я не нашел ничего, но ты, естественно, можешь указать конкретные совпадения, выбрав конкретные наборы полей, по которым ты будешь связывать эти данные. Я сейчас это делать не буду, а просто скажу, что раз клик, ты настолько умный, я нажимаю на кнопку «Магическая палочка» с тем, чтобы у меня клик сам выстроил те связи, которые он считает необходимыми. Причем обратите внимание, еще раз подчеркну, что клик это делает умно. Иногда, конечно, приходится это сделать вручную, если действительно наборы данных сложные, но в моем простом демонстрационном примере такого ручного добавления можно избежать. Обратите внимание, что я хотел бы вам показать. У нас в отгрузках фактов и способах поставки используются разные названия полей. Обратите внимание, в отгрузках фактов я назвал поле, которое выделил из ранее нашего номера счета, как поле «Транспорт», которое содержит идентификатор транспорта, а в справочнике «Способы поставки» у нас этот идентификатор поставки хранится в поле «ID поставки». Тем не менее, клик обнаружил, что здесь совпадающие данные есть и правильно нам связал справочник с способами поставки, видами транспорта, с полем «Транспорт», который хранится в таблице фактов. Поэтому я теперь получаю целостную картинку. И что мне очень важно, вот все, что я делал до этого, это фактически был тот уровень, которым обычно занимаются коллеги из IT. Здесь очень важно правильно расставить акценты. То есть все, что я делал до этого, а именно выбор конкретных источников, способ подключения к нему, вопросы безопасности при подключении к источнику, набор этих данных, которые я выбирал для загрузки и для связывания между собой. Обычно эта роль возлагается на службы IT в крупных организациях, там действительно сложные наборы данных, там, где действительно нужно привлечение IT, хотя бы для понимания того, где какие данные находятся и как они должны связываться. В более простых случаях, как я сейчас перед вами это сделал, если у меня есть даже бизнес-пользователь, у которого есть разный набор данных, он может даже не привлекать IT для того, чтобы эти данные загрузить и выстроить общую модель. Но ключевым здесь является то, что как только я вот эту общую модель выстроил, я могу забыть о всех IT-шных саморочках. Что имеется в виду? Из каких источников были взяты данные? Сколько этих источников было? Сколько у нас было таблиц? Что важно, какие реляционные отношения были между этими таблицами? И обратите внимание, вообще о реляционных отношениях вообще ничего не говорил. А в любом другом инструменте, существующем на рынке информационных технологий, у вас тут же начнут грузить техники, а как правильно связать данные, а какие там отношения один к одному, один ко многим, многие ко многим, и как с ними нужно поступать. Клик все эти технические вопросы решает за бизнес-пользователя, поэтому скорость подключения вот таких источников и создания общей модельки с данными, она несопоставимо выше, чем в любом другом инструменте. Соответственно, вы быстрее получаете результат, быстрее получаете возможность принимать на его основе решения, и, собственно, ваши решения оказываются принятыми вовремя. Итак, я, соответственно, загружаю наши с вами данные, и для того, чтобы завершить эту часть задачи, я подведу краткий итог. Итак, мы с вами посмотрели, как выполняется загрузка данных в клике, и хотелось бы еще раз расставить правильные акценты. Итак, кликсенс позволяет загружать данные из разных источников, самых разных источников. Он позволяет, что немаловажно, загружать данные из неограниченного количества источников и выстраивать модели любой сложности. Сам понимает связи в данных и не грузит этим бизнес с пользователя. При этом устраняет от вас необходимость глубокого технического понимания, связанного с реляционными отношениями, потому что эта тематика обычно чужда бизнес-пользователям, не надо грузить их техникой там, где не требуется. И, как мы с вами увидели, в процессе загрузки данных из соответствующих источников мы имеем с вами возможность преобразовать данные из того вида, которые использовались для хранения, эффективны с точки зрения хранения, к тому виду, который эффективен для работы с этими данными конечным бизнес-пользователем. Ну и, естественно, клик у нас с вами может обеспечивать работу с большими объемами данных, мы об этом еще будем говорить, это сотни миллионов, это миллиарды записей с сохранением требуемого уровня интерактивности для предоставления пользователю возможности работы с данными со скоростью его собственного мышления. Следующая часть демонстрации это демонстрация ассоциативной модели и визуализации данных. Каждая из них является существенной и ассоциативной моделью визуализации данных. Здесь я хотел бы сказать только одну вещь. Сама по себе визуализация мало что значит, если эта визуализация не позволяет работать с данными как с целостной некой объемной картинкой. И поэтому, когда мы говорим о клике, клик всегда говорит о визуализации, использующей ассоциативную модель. Поскольку ассоциативная модель является уникальным инструментом клика, и мы об этом с вами еще дальше чуть поговорим, то можно сказать, что то, как работать позволяет с данными клик конечному пользователю не позволяет никто другой, ни в одном другом продукте вы такого функционала не найдете. Несмотря на возможные варианты визуализации с тем или иным уровнем интерактива, именно сочетание визуализации с ассоциативной моделью представления данных позволяет клику считаться инструментом аналитики в сравнении с любыми другими инструментами, которые на рынке информационных технологий правильно отнести к категории именно отчетности. Перед тем, как продемонстрировать, что такое ассоциативная модель, что называется, на пальцах, пару картинок для того, чтобы понимание сложилось в голове. Итак, мы говорим о некой ассоциативной модели. Мы говорим, что клик каким-то образом, загружая в себя данные, анализирует все возможные связи между ними и позволяет бизнес-пользователю упростить навигацию по этим данным, показывает связи, что с чем реально связано, не взаимосвязано. Мы дальше на это посмотрим. Но сейчас я хотел бы разложить это с технической точки зрения, поскольку предполагаю, что значительное количество людей, которые смотрят сейчас этот видеоролик, являются техническими специалистами и для себя постоянно задают вопросы. Ну хорошо, вы рассказали, сейчас показали другой способ какой-то загрузки данных. Более там может быть симпатичный, понятный бизнес-пользователю, но чем по сути это отличается от тех инструментов, которые мне знакомы, инструментов других производителей. Более того, я сейчас на слайде нарисовал картинку и подтверждаю лишь вот эти вот сейчас сомнения у коллег из IT, говоря о том, что клик и все инструменты работают с данными с точки зрения последовательности выполнения работ примерно одинаковыми. То есть на нижнем уровне, как мы говорили, мы загружаем данные из разных источников. Дальше на более верхнем уровне мы пытаемся составить некую взаимосвязанную модель данных, установить отношения между этими различными данными, взятыми из разных источников. И на самом верхнем уровне создаем некие объекты визуализации, которые позволяют визуально наблюдать данные конечному бизнес-пользователю. Но чем же отличается этот процесс, проходимый в клике, от процесса, который проходите вы таким же образом в любых других инструментах? А дело в том, что когда вы загрузили данные в клик, и он показал вам те связи, которые мы видели в рамках предыдущей демонстрации, клик делает фишку, которую не делает никто. Он на основе всех этих данных выстраивает единое взаимосвязанное множество данных, вот я его в виде облачка так рисую, в котором понимает, как каждое конкретное значение любого поля данных связано с любым конкретным значением любого поля данных. При этом, собственно, что это означает? Что как раз выстроив это единое множество, он и воссоздает ту самую образную картинку вот того коробка спичек, объемную картинку, которая позволяет вам это множество значений крутить как угодно, используя те самые объекты визуализации, которые нарисованы выше. То есть, объекты визуализации пользуются не конкретными таблицами или источниками, которые нарисованы ниже, а они пользуются данными из этого множества. И сам клик знает, как это множество данных между собой взаимосвязано, и поэтому именно вот эта ассоциативная модель и воссоздают ту самую целостную картинку. Помните тот самый айсберг, который я рисовал на предыдущих слайдах? То есть, сам инструмент до еще появления мыслей в голове пользователя воссоздает объемный объект управления и только лишь дотем позволяет его визуализировать пользователю. Что это на самом деле позволяет делать? Во-первых, это позволяет снять кучу технических проблем, связанных с тем, что бизнес-пользователь раньше вынужден был сам в голове составлять эту картинку. Сейчас это за него делает инструмент. Визуально чем это отличается, мы с вами дальше посмотрим, какие преимущества дает ассоциативная модель. Но что здесь важно на этом слайде сакцентировать внимание, что как только ассоциативная модель выстроена, я притеняю нижние слои, я притеняю модель данных и взаимосвязи между таблицами, я затеняю источники данных и их количество. И это означает, что как только у меня ассоциативная модель выстроилась, то, что делает клик, не делает ни один другой инструмент на рынке. Клик абстрагирует бизнес-пользователя, который работает с этим объектом управления, от всех, абсолютно всех технических вопросов. Сколько у меня было источников данных, в каких форматах хранилось, собственно, в каких таблицах эти данные оказались, сколько их, какими реляционными отношениями связаны. Эти все вопросы, в отличие от других инструментов, клики никого не интересуют на уровне бизнес-пользователя. Бизнес-пользователь просто играется с данными. Ну а как это происходит вживую, давайте с вами посмотрим в ходе реальной демонстрации. Итак, мы возвращаемся, напомню, на этап, когда мы создали с вами единую модель данных, загрузив данные из всех наших источников. И теперь самое время показать, что из себя представляет ассоциативная модель и визуализация с точки зрения конечного пользователя. То есть, в чем преимущество для пользователя. Мы переходим в раздел визуализации нашего приложения, включаем режим редактирования внешнего представления картинки. И первое, на что я обращаю ваше внимание, это на то, что все данные, которые мы загрузили с вами в модель, которые раньше находились в разных источниках и сейчас были загружены в виде отдельных таблиц. В модели мы это все видели. Они представлены просто в виде единого списка. То есть, это означает, что для бизнес-пользователя мне абсолютно не важно технические, как мы говорили, детали, и скольких источников, в каких таблицах, где, как хранятся и взаимосвязанные эти данные. Я считаю, что клик все это знает сам, он мне показывает сущности и будет показывать взаимосвязь в них. Для того, чтобы показать те самые взаимосвязи, я для начала воспользуюсь самыми простыми объектами визуализации, потом мы эту картинку усложним, и отображен на экране содержимое нескольких полей. Ну, например, фамилии сотрудников, имена сотрудников, например, города, где они живут, например, товары, которые они отгружали, регионы, через которые у нас происходила отгрузка. Точно так же, как, например, выберу способ поставки вид транспорта, ну, и еще, например, два поля в виде даты продаж и, например, объемов отгрузки. Этого достаточно. Я выхожу из режима редактирования и теперь демонстрирую ассоциативную модель. Первое, на что я обращаю внимание, это то, что клик уже оптимизирует представление для пользователя, в частности, показывает только уникальные значения, то есть, с одной стороны, не теряя никакой информации, с другой стороны, например, показывая, что у нас есть вот такие вот имена сотрудников, хотя у каждого из нас сотрудников было и имя, и фамилия, но визуально даже видно, что имен у нас меньше в списке, чем фамилия. Это означает, что какие-то имена просто у сотрудников повторяются. Но что делает клик? Он не теряет никакую информацию, он всегда сохраняет контекст. Я просто щелкаю по Сергеям и поясняю, что я визуализировал сейчас клик. Нужно запомнить просто три базовых цвета. Зеленый – это то, что выбрал пользователь. Белый цвет – это те данные, которые гарантированно связаны с выбранным пользователем зелеными, а серым цветом отображаются те данные, которые не связаны с выбранными пользователями. Поэтому мы, шутя, обычно говорим, что клик умеет отвечать на те вопросы, которые еще пользователь не успел сам себе даже в голове задать. В частности, я понимаю, что у меня есть Сергей, а точнее их четыре, поскольку светятся четыре фамилии, при этом эти четыре Сергея живут в двух городах, поскольку светятся они белым цветом, и при этом они точно не живут в тех городах, которые светятся серым цветом. При этом я могу уточнять как угодно, Собственно, мой запрос, например, я хочу спросить, а где живет Махоркин, пожалуйста, в Санкт-Петербурге, а где живет Печенкин в Санкт-Петербурге. Хорошо, а кто в принципе живет в Санкт-Петербурге? Меняю направление исследования, теперь захожу не с фамилией, а с городов. Мне говорят, Махоркин, Печенкин, Столов. Я говорю, хорошо, а кто в Череповце? Наверное, четвертый Чеботарев. Ну да, действительно, вот он четвертый Чеботарев. Так вот, возникает вопрос, что мы сейчас здесь уже увидели? Почему, во-первых, три цвета, а во-вторых, что нам дает ассоциативная модель? Во-первых, обратить внимание, три цвета сделаны не зря. Я попробую провести аналогию с знакомыми вам любыми другими инструментами, в которых есть понятие фильтров. Мы их в клике специально не называем даже фильтрами, мы говорим отборы данных. Вот я сейчас сделал отбор имени Сергея. Почему мы используем другой термин? Для того, чтобы люди задумывались о том, о чем отличается инструмент, с которым они работают, что он им дает нового. Дело в том, что когда вы работаете в любых инструментах, кроме клика, можно сказать, что аналогом зеленого цвета в клике являются значения ваших фильтров, которые вы выбираете, ну, например, в Excel, пытаясь отфильтровать, уменьшить объем информации, которая выводится у вас на экране. Соответственно, белым цветом то, что вы видите в клике, это те данные, которые у вас остаются в вашей, например, таблице в результате применения фильтров в том же Excel. А вот аналогов серому цвету, который присутствует в клике, не существует никаких сущностей в любых других инструментах. Это означает, что как только вы что-то фильтруете в любых других инструментах, у вас что-то исчезает с экрана, и вы не можете быть уверенным 100% в том, что не исчезло что-то вам нужное, потому что у вас постоянно что-то исчезает. А даже желая проверить, что на предыдущем этапе исчезло, и меняя фильтры с точностью наоборот, вы никогда не убедитесь 100%, потому что у вас сами значения фильтров могут рассчитываться некорректно, потому что какие-то данные у вас могут рассчитываться, потом округляться, еще раз рассчитываться, то есть может накапливаться ошибка. И вот такое вот постоянное скрывание в результате применения фильтров части информации, оно постоянно создает некое недопонимание картины. Клик же позволяет вам видеть всегда весь контекст информации, не скрывая ничего, он просто рассвечивает и наводит вас тем самым мыслями о том, куда дальше стоит исследовать информацию. Например, я выбрал Сергеев, и я понимаю, что эти Сергеи живут, например, в Санкт-Петербурге и Череповце. Я понимаю, что у меня присутствует информация по другим городам, но, видимо, она относится к другим сотрудникам, раз она светится серым цветом. Для подтверждения, например, я могу сказать, я хочу посмотреть, кто у меня живет в Москве, увидеть других сотрудников и уточнить, кем является Михаил. Вижу, что у него фамилия Штучкин. Сразу обращаю ваше внимание, что это исследование и направление исследования, которое я сейчас выбираю, они не ограничены никаким образом технически, они ограничены только с вашим собственным стилем мышления конкретного человека, который сейчас сидит и работает с интерфейсом этого приложения. Такая же, опять же, такая гибкость не свойственна другим инструментам. Обычно в других инструментах для вас создают некие предопределенные последовательности обхода данных, которые предусматриваются разработчиками. В клике эти ограничения изначально отсутствуют, способы исследования данных определяются только вашим собственным стилем мышления, поэтому отработка самых специфических ваших бизнес-гипотез, которые возникли именно в вашей голове, здесь возможно без всяких проблем и без необходимости согласования с кем бы то ни было еще. Дальше, обратите внимание, на что я сделаю акцент, это то, что отобранные мной значения и взаимосвязи уже показывают, что у нас ассоциативная модель работает на весь набор данных. В частности, у нас имена и фамилии хранились в одном источнике, а места жительства сотрудников адреса их хранились в другом источнике. На самом деле, такие отборы происходят автоматически абсолютно по всем значениям полей, по всей модели, просто в более длинных списках мне для того, чтобы увидеть границу между серым и белым, нужно пролистать эти списки. Ну а это означает, по большому счету, что вне зависимости от того, какие поля я выводил и как в каких источниках они хранились, мне клик показывает всегда целостную вот эту объемную картинку моего объекта управления. Поэтому я могу сказать, я санитировался на Михаиле, который живет в Москве, при этом меня интересуют отгрузки в такие-то даты, при этом я даже не задавая вопросов вижу, что отгрузки происходили не всеми видами транспорта, не во всех городах отгружались и не все товары. Я говорю, ну а вот с учетом вот этих, например, товаров, покажи мне, где что отгружалось и какими способами отгрузки. И я получаю эти ответы, даже не формируя каких-то запросов, а просто играясь визуально с данными. Клик мне уже сразу поворачивает мой объект управления визуально так, чтобы я увидел те детали, на которых я захотел заакцентировать внимание. При этом я точно так же, смотрите, погружался в одном направлении, я выбирал город, в котором живут сотрудники, потом выбирал конкретного сотрудника, потом выбирал даты, товары и так далее. Точно так же я могу брать и снимать отборы. Ну, например, я хочу увидеть или изменять отборы, я хочу увидеть, как теперь эти же товары. И за эти даты отгружались не только Михаилом, я снял отбор Михаила, а еще, например, сотрудниками, которые жили в Санкт-Петербурге. И я вижу, что уже отгрузки происходили большим количеством видов транспорта, собственно, через другие города. И таким образом я могу ничем не ограниченно погружаться в определенном направлении к моей детали данных, могу всплывать, то, что называется обычно drill down или drill up. Но эти пути исследования ничем не ограничены. Как хочу погружаюсь, как хочу всплываю. И это тоже гибкость ассоциативной модели, которой нет других инструментов. Следующая вещь, которую мне хотелось бы сакцентировать с точки зрения объектов визуализации, это то, что вы визуализацию можете менять как угодно. Все это зависит от вашей бизнес-задачи. И я сейчас снимаю выборки. Что еще очень важно, имею возможность вернуться ко всем предыдущим отборам, которые я делал. Это очень важно с точки зрения отработки гипотез. Потому что если, например, вы исследовали какую-то предметную область и поняли, что вы зашли в какой-то тупик, ваша гипотеза не подтвердилась. Но вы понимаете, что на 5 шагах, например, назад вы делали какие-то правильные отборы. И эти отборы позволяли вам двигаться в разных направлениях по отработке гипотез. Вы можете вернуться к любому из этих предыдущих шагов. Потому что клик запоминает все ваши отборы 100 шагов вперед-назад. Поэтому нажимая один раз, я вернусь на предыдущий последний отбор. Два раза на предпредпоследний. Три раза, четыре, пять. Я, собственно, могу исследовать ту последовательность отборов, тот путь, по которому проходил мой пользователь на любом этапе, делая любые отборы, а потом, собственно, видоизменяя эти отборы, делая любые какие-то другие исследования, и буду автоматически видеть, как видоизменяется мой объект управления, как он, собственно, крутится передо мной в тех плоскостях, которые я выбираю для исследований. Соответственно, как я уже говорил, гибкость объектов визуализации определяет стоящие перед вами задачи. И поэтому я перехожу в режим редактирования и убираю с экрана часть информации, которая для мне кажется несущественной, переразмещаю на экране немножко по-другому, как мне кажется удобнее, с тем, чтобы попытаться поотвечать на более сложные какие-то вопросы, нежели просто демонстрации взаимосвязи в данных. И это, соответственно, показывает в том числе гибкость инструмента, который позволяет вам формулировать бизнес-вопросы и тут же искать на них ответы. Как я это делаю? Ну, предположим, я хочу увидеть лидеров отстающих по сотрудникам с точки зрения объемов отгрузок. Хочу тоже так же посмотреть, кто у меня лидирует по регионам, например. Хочу более сложные ответы получить. А есть ли у меня какая-нибудь зависимость, например, между объемами отгрузок, стоимостями отгрузок, а может быть еще и количеством товаров, которые участвуют в этих отгрузках? А есть ли у меня какие-то зависимости и нюансы, связанные с видами транспорта, которые используются для отгрузки тех или иных товаров? Я использую доступные мне объекты визуализации и просто набрасываю их на экран. Соответственно, что я делаю? Я дальше беру нужные мне поля, не задумываясь о том, откуда они взяты, и точно так же переношу в эту диаграмму и говорю, что я хочу изображать фамилии по оси, то есть фактически видеть их как измерение. Точно так же я говорю, что я хочу брать поле объема отгрузки и рассчитывать его на основную меру, то есть по оси Y я хочу откладывать значение реальных объемов отгрузки. При этом я хочу то же самое увидеть по регионам, по пользователям я уже картинку получил, с целями экономии времени Ctrl-C, Ctrl-V, копирую диаграмму, переношу в нужное мне место, говорю, хочу, собственно, фамилии заменить на регион. Вижу то же самое разбивку по регионам в объемах отгрузки. Ctrl-C, Ctrl-V хочу увидеть более сложные характеристики. Как я говорил, хочу увидеть соотношение между стоимостями и объемами отгрузок. Для этого я меняю тип диаграммы, например, столбчатую на пузырьковую, сохранение всех настроек и добавляю в качестве исследуемых данных, например, еще стоимость отгрузки. При этом обратите внимание, как легко я манипулирую содержимым полей. Я имею идею, что отобразить по оси, а что считать, и просто в зависимости от того, как я это хочу использовать, я то или иное поле называю измерением или мерой. Я ни с кем не согласовываю, какое поле будет являться измерением, а какое будет являться мерой. У меня есть идея, я просто набрасываю в объекты визуализации любые значения полей, сам клик разбирается, когда их нужно считать и когда их просто откладывать по осям. Фактически, такой гибкости инструментария не имеет ни один инструмент. В любом другом инструменте вы жестко должны определить какие-то поля как меры, какие-то измерения и действовать в соответствии с жестко определенными этими правилами. В клике любое поле данных может быть использовано как измерение, как мера, и как мера и как измерение даже одновременно, даже внутри одного объекта визуализации, если у вас есть такая мысль, есть какой-то показатель, который вы хотите считать таким образом. Соответственно, что я сейчас увидел? Я по осям вижу уже рассчитанные показатели по объему и стоимости отгрузки, то есть и то, и другое, это мера. Измерение у меня отображается в виде точек, отображающих каждый регион отгрузки. Но я говорил, еще хочу посмотреть, есть ли какие-то зависимости от количества товаров, которые участвуют в отгрузках. Поэтому я точно так же на график добавляю поле названия товара, добавляя его как еще одну меру, но суммировать его бессмысленно, поскольку в списке товаров хранятся названия, а не цифры. Но я могу название товаров считать, сколько раз они повторяются в отгрузках, и тем самым я теперь по каждому региону размером пузырька увидел относительное количество товаров, отгружаемых через каждый из регионов. Точно так же, например, я хочу увидеть отгрузки, ну, например, разными видами транспорта. Я копирую диаграмму, опять же, по регионам, заменяю регионы на способ поставки. И обратите внимание еще раз, я не задумываюсь о том, что у меня способы поставки и их расшифровка хранятся в справочнике поставок. Я не задумываюсь о том, что у меня справочник фамилий хранится в списке фамилий. Я не задумываюсь о том, что у меня товары и регионы хранятся в других каких-то справочниках. То есть вся моя модель для меня выглядит взаимосвязной, я не задумываюсь о технических деталях. Что важно, что я выхожу из режима редактирования. И теперь задаю себе вопрос на понимание, а что означают эти столбики, почему именно те или иные цифры отображаются. И ответ очень простой. Цифры отображаются в соответствии с теми отборами, которые вы сделали. Поскольку у меня сейчас ничего специально мной не отобрано, это означает, что для меня отображаются те данные, которые соответствуют всему объекту управления. Но достаточно мне начать играться с ними, обратить внимание, я выбираю интересующие меня товары. Автоматически все объекты визуализации пересчитываются в разрезе выбранных мной товаров. Или, как я говорил, каждый объект визуализации в клике, что важно, позволяет не просто анимировать эту картинку, а он позволяет действовать по принципу, если я что-то вижу, заинтересовавшее меня, я могу захватить это что-то для дальнейшего исследования. Например, я говорю, я увидел, что по таким-то товарам лидеры у меня выстраиваются таким образом. И в разрезе этих лидеров, я, например, в топ-5 лидеров хочу провести более детальное исследование, как производятся отгрузки. При этом, обратите внимание, у меня уже отобраны и люди, и товары, как они отбираются, и как они взаимосвязаны, следить за этим сам клик. Я, обращаю ваше внимание, когда набрасывал диаграммки, ничего дополнительного не настраивал для того, чтобы все диаграммы жили как одно единое целое, отображая разные проекции моего объекта управления, интуитивно понятно, ни в одном другом инструменте вы такого не найдете. Во всех остальных инструментах вы, набросав какие-то объекты визуализации, напихав в них формул, еще будете отдельно описывать, по каким правилам объекты визуализации будут взаимодействовать друг с другом, так, чтобы у вас картинка была целостной. Клик это делает автоматически. Почему? Потому что эти объекты визуализации не вырваны просто как анимированные картинки, а они живут поверх ассоциативной модели, поверх того множества данных, который выстроил клик. Как мы говорили, кроме клика никто не умеет выстраивать такое множество данных. Но именно благодаря тому, что под объектами визуализации лежит целостное, непротиворечивое множество данных, вы как раз и видите взаимосвязанное поведение всех объектов визуализации, не предпринимая для этого никаких дополнительных усилий. Более того, что очень важно, я могу интерактивно взаимодействовать с моими отборами и смотреть в процессе отбора, как это изменяется. Отборы можете делать вы самыми разными способами. Очевидно, вы уже видите, что интерфейс заточен в том числе и под использование мобильных устройств, потому что те же самые отборы я в принципе могу захотеть делать просто пальцами рук. И отборы я могу делать и вертикально, и горизонтально, как угодно, по каким угодно принципам. И все объекты визуализации живут общей жизнью, непротиворечиво представляя мне с разных сторон мой объект управления. Так вот, соответственно, если я сделал какие-то отборы здесь, говорю, ну а теперь меня интересует это, например, отгрузками в отгрузках морским транспортом и авиационным транспортом, я, естественно, вижу, как все это взаимосвязано. Таким образом, что я могу констатировать? Что набрасывая, визуализируя те показатели, те разрезы, которые, на мой взгляд, сигнализируют о тех или иных проблемных зонах или зонах, требующих дополнительного исследования в моем объекте управления для лучшего понимания первопричин возникновения каких-то несостыковок, имею возможность использовать оптимальный для меня способ представления, выбирая нужные объекты визуализации, редактируя их, видоизменяя те или иные свойства, набрасывая дополнительные объекты визуализации. Например, я говорю, я хочу просто видеть цифру, например, общих объемов отгрузок и хочу ее видеть, например, по стоимости поставки. И при этом еще, например, мы вводили с вами категорию, которую рассчитывали, стоимость категории. Я хочу иметь возможность отбирать эти категории, например, в разрезе средних сделок. И обратить внимание, автоматически все пересчитывается, вне зависимости, какой объект визуализации у меня используется. При этом, более того, я обратил внимание, что могу сделать. Не обязательно все объекты напихивать на одну страницу. Это вопросы удобства представления информации. Я могу создать дополнительные страницы и создать их столько, сколько мне требуется, и на эти страницы переместить какие-то объекты. Я просто его копирую, Ctrl-C, перемещаю на другую страницу, Ctrl-V. И что очень важно, что вне зависимости от того, на какой странице у меня находится объект визуализации, он отображает вычисления на том отборе, который был сделан мной ранее. Обратите внимание, я видоизменяю какие-то отборы. Я говорю, ну, а еще добавим товары. У меня изменяются все показатели, и цифры отображаются в разрезе сделанных мной отборов. Сейчас сумма по стоимости равняется 52 с хвостиком тысячи. Если я перехожу на другую закладочку, где представлен только этот объект, мы видим такое же значение, поскольку рассчитывается он на абсолютно таких же отборах. Это означает, что комбинирование визуально тех объектов представления, визуализации информации, которые вам нужны, вы можете делать как угодно, создавая некую канву исследования информации, которая наиболее быстрым способом позволит вам прийти к конечному полезному для вас результату. В частности, я просто покажу, как это может выглядеть, если потратить время чуть больше, чем я сейчас демонстрирую, в виде готового уже приложения, которое создано в стандартной рекомендуемой модели – Dashboard Analysis Research, то есть некая сводная панель показателей, в которых пользователь может увидеть ключевые показатели, может быть, что-то выбрать, сфокусироваться на них. Дальше, сфокусируешься на них, обратить внимание, этот фокус попал в отборы. Ну, а дальше я, естественно, продолжаю фокусирование, опять же, у меня попало это в отборы, имею возможность перейти на последующие странички, где у меня представляется более детальная информация на тех же заказчиках, на той же продуктовой линейке. Я здесь, например, могу выбрать какие-то даты, сфокусироваться на датах, и в дальнейшем перейти к еще более детальной информации, например, посмотреть, как конкретные группы товаров у меня выглядят в разрезе тех или иных характеристик. И точно так же, вернувшись затем на первую, например, страницу, я увижу показатели ключевые в разрезе всех тех отборов, к которым я пришел, последовательно или, как и других, последовательно перемещаясь между страницами. То есть, таким образом, мы можем констатировать, что вы можете создавать визуальные представления, которые наиболее эффективным образом позволяют вам получать конечный результат и группировать их на разных страницах, поскольку под всеми этими объектами визуализации лежит, опять же, единая ассоциативная модель. На всех страницах вы будете получать согласованные представления, всего вашего объекта управления в любых его проекциях. Итак, еще раз. Ассоциативная модель – это уникальный инструмент, которого вы не найдете ни в одном другом инструменте, поэтому мы говорим, что только в клике вы можете работать с данными по-кликовски, никогда такой степени гибкости ни в одном другом инструменте не получите. Что входит в эту гибкость? Еще раз, как мы говорили, превращает просто разрозненные наборы данных, классически хранящиеся в разных источниках, в единое взаимосвязанное множество, интуитивно понятное конечному пользователю для анализа, показывает связи, хотите или не хотите, но вам подсказывает клик, что вам лучше делать с данными на следующем этапе, позволяет не фильтровать, а отбирать, исследовать данные в любых направлениях, возвращаясь к предыдущим шагам, в той последовательности, которая вам позволяет отрабатывать все ваше многообразие гипотез, и тем самым минимизирует время на исследование данных. Вы не задумываетесь, как писать какие-то запросы, вы просто визуально играете с данными, и вся картинка для вас выглядит целостной. И все объекты визуализации живут как одно единое целое. Для вот этого согласованного поведения вам ничего не нужно делать. В любых других инструментах вы просто замучаетесь настраивать эти связки между визуальными объектами, особенно если они еще находятся на разных страницах. По самим визуализациям любая степень гибкости, автоматический расчет, при этом расчет на уровне реального времени. Фактически мы говорим, что скорость отработки ваших гипотез зависит просто от скорости вашего мышления и способа вашего мышления. Способ представления связан не только и не столько с анимацией. Почему я говорю, что с анимацией не самоцель. Любой объект визуализации, если вы что-то увидели, позволяет захватить эту часть информации с тем, чтобы погрузиться в детали. И, как мы говорили, отсутствие ограничений на режимы использования любых полей данных, будь то использование полей в качестве откладываемых по оси, либо вычисляемых, то есть как измерение, как и мера. Ну и еще то, что мы говорили, важен контекст данных и то, что я не показывал, ассоциативный поиск. Я не могу это не показать, поэтому я вернусь в демонстрацию и покажу, как еще можно работать с данными в клике. Я снимаю все отборы. Поскольку, как мы говорили, клик знает все наши данные, у него все единое целостное множество выстроенное, по ним есть ассоциативная модель, то мы можем работать с кликом, задавая ему вопросы. А клик нам не просто находит какие-то, например, данные, но еще и подсказывает, как они взаимосвязаны. Ну, например, я говорю, я начинаю набирать буквы. МОС. Клик мне говорит, слушай, я знаю, есть слова Москва и Московский. Тебе что нужно? Более того, я знаю, что эти слова МОС присутствуют на каких-то диаграммах. Тебе какая диаграмма нужна, можешь выбрать. И МОС встречает слово Московский в поле улица, в адресе пользователя. Встречается в городе, где живет пользователь, название города, и встречается название региона отгрузки. Я говорю, слушай, я хотел Москву, да, вот выбери Москву. Он говорит, ну Москва только в регионах отгрузки и в городах, местах жительства. Я говорю, ну у меня еще есть Санкт-Петербург, например. Он говорит, да, есть Санкт-Петербург, но смотри, я-то понимаю не только, что данные есть, но еще и понимаю взаимосвязи. Я говорю, есть данные, которые говорят о том, что есть отгрузки и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Есть город, где живут люди и Москва, и Санкт-Петербург. А есть, обратите внимание, другое сочетание. Есть города, где город Москва, где живут пользователи, но отгрузки делают в Санкт-Петербурге. А есть города, где живут пользователи в Санкт-Петербург, но делают отгрузки в Москве. А есть еще и другие какие-то сочетания, их, естественно, здесь тоже можно увидеть. Я говорю, но я на этом не останавливаюсь, я знаю, что у меня еще есть товары. Он мне подсказывает, есть товар, я говорю, у меня еще есть, например, товар один. Он говорит, ну а товар один, да, есть разные варианты. Я тебе подсказываю, что есть регион отгрузки, да, в Москве, в Санкт-Петербурге отгружался первый товар. Есть первый товар, который отгружался, неважно где, но людьми, которые живут в Санкт-Петербурге и Москве. А есть товар, который отгружался людьми, живущими в Москве, но отгружался в Санкт-Петербурге. Ну и еще куча других сочетаний. Если я говорю, что меня заинтересовала именно эта комбинация, именно это меня имеет смысл. То есть я даже еще не делал никакие отборы, а просто их нашел. То обратите внимание, я автоматически перехожу к визуализациям, которые делают мне те самые отборы, которые я нашел. Москва в качестве города-места жительства, товар, который я выбрал, и регион отгрузки Санкт-Петербург. При этом, если я захочу выбрать еще какие-то другие регионы после этого, я, естественно, буду видеть целостную картину, которая мне отображает найденные мной интересные мне какие-то вещи. Таким образом, собственно, возвращаясь к нашим итогам, в плане визуализации в клике вы имеете полный инструментарий по исследованию данных именно в режиме анализа, а не просто отчетов. Потому что если посмотреть и задать себе вопрос, например, а сколько отчетов вы здесь видите, ответ неограниченное количество, потому что количество отчетов, которые я вижу, и их многообразие, просто определяется теми отборами, которые я делаю в данный момент времени. Был один отчет, теперь второй отчет, третий отчет и так далее. Неограниченное количество. Все определяется вашим стилем мышления. Следующая вещь. Следующая часть демонстрации. Немаловажно то, как дальше, наигравшись с этими данными, вы принимаете решение. Ну, если вы наиграли с этими данными, и вы отвечаете за принятие решения единолично, то, в принципе, вам инструментов, которые я уже показывал, достаточно. Но чаще возникает ситуация, когда в принятии решения должны поучаствовать совместно несколько людей, каждый отвечающий за свою какую-то область деятельности. И самая важная задача здесь – прийти к некому консенсусу, в рамках которого вы одинаково будете понимать ситуацию, и уже при отработке принятого решения не будете тянуть одеяло на себя, а будете делать согласованно, потому что очень важно это решение быстро отработать, с тем, что оно оказало наиболее полезное влияние на ваши бизнес-процессы. И дальше во главу угла при такой постановке вопроса ставится то, как вы будете готовиться к совещанию, как это будет дальше на совещании процедура происходить, когда вы будете рассказывать о найденных вами каких-то интересных вещах, и как вы вместе с коллегами будете вырабатывать консенсусное совместное компромиссное решение. Так вот, если мы используем не клик, то к чему вы придете? Вне клика вы начнете использовать имеющиеся у вас инструменты, наиболее привычные, но чаще всего это Excel, PowerPoint. Вы начнете из разных источников дергать данные, выдергивать так, как вы считаете их более правильным с точки зрения вашего стиля мышления, вашей позиции управленческой. Естественно, каждый использователь будет делать то же самое, не согласовывая с вами. В результате этих выдергиваний все вы получите разные цифры. Вроде брали из одних источников, но цифры друг у друга биться не будут. И тогда дальше, когда вы придете на совещание, возникает вопрос, как договориться об общем понимании ситуации, если у вас цифры все отличаются. Это первый момент. Второй момент, дергая все вот эти вот дополнительные цифры, делая выгрузки, вы создаете еще больше хаос, потому что дальше в нем начинаете путаться и вы, и ваши коллеги, задавая друг другу вопросы, а где вот та вот выгрузка, а на основе чего она сделана, а ты учел ли там вот это вот, а, собственно, в какой версии ты это учел, а как эта версия была отправлена, она там в файлике или в почте у кого-то лежит, ну и так далее. Ну и самая проблемная зона. Даже если вы умудрились не запутаться во всех этих версиях, даже если вы сделали все выгрузки, и даже если вдруг, даже хотя бы у двух людей из десяти, пришедших на встречу, вдруг совпали цифры, то один из этих людей начинает рассказывать свое видение ситуации, объяснять, как он принимает решение, исходя из чего он его принимает, а все остальные участники, понимая, что им придется голосовать, например, и участвовать в отработке этого решения, как согласованному организму, они начинают задавать вам вопросы не потому, что они вредные, а они начинают задавать вопросы, на которые вы не готовы ответить, потому что они мыслят по-другому. И ценность их как раз участия в совещании в том, чтобы вы могли обменяться разными точками зрения. И они со своей точки зрения начинают задавать вопросы, на которые вы де-факто не можете ответить, потому что вы в их разрезе никогда эти вопросы себе не задавали, или в рамках подготовки этого совещания. И если этот вопрос действительно важный, вам ничего не остается, как развести руками, сказать, уважаемый коллега, ваш вопрос важен, я понимаю, что мы не можем принимать решения без наличия этих данных, но я их не готовил, поэтому мы прерываем совещание, я иду готовить данные. И дальше мы вернемся к этому снова. И таких итераций может быть, во-первых, бесконечное количество, а второе, даже если таких итераций только две, это означает, что вы в тот момент, когда решение должно быть принято, вы потратили время и не приняли его. Как говорят, нет неправильных решений или правильных решений, есть решения, принятые не вовремя, и из-за этого возникают проблемы. Поэтому ни в одном из инструментов, кроме клика, вы эти все описанные мной проблемные зоны разрешить не сможете. Вопрос, как это делает клик. Возвращаемся в наше предложение, и предположим, что вы, как бизнес-пользователь, занимались исследованием, исходя из своего стиля мышления, каждый пользователь делал такие же исследования и нашел что-то, какие-то совокупности объектов визуализации, которые, на ваш взгляд, говорят о том, что да, вот на эту проблему нужно смотреть именно с этой стороны. Что вы делаете в клике? Вы ничего не выгружаете, никаких не создаете файлов, вы продолжаете работать в клике. Вы просто делаете фотоснимки, фотографии тех объектов визуализации, которые, на ваш взгляд, вызвали у вас наибольший интерес. И, сделав эти фотографии, берете и, например, вот так вот, используете их для создания истории. Что имеется в виду? Вы берете и создаете историю, их может быть несколько, и в рамках этой истории вы создаете на слайде, как в PowerPoint, нужное вам представление, ну, например, там заголовок и прочие какие-то вещи, и набрасываете те объекты визуализации, которые вы считаете для вас наиболее важными. Ну, например, я говорю, что мою точку зрения подтверждает вот эта вот картинка, вот эта вот картинка, вот эта вот картинка. Там на отдельной закладочке, вернее, на отдельной страничке вы решаете, например, показать еще какую-то диаграмму. Соответственно, дальше, если вы что-то нашли, и дальше вы, как пользователь, говорите, слушайте, ну, меня интересует возможность зафиксировать свои найденные вещи, вы это сделали в истории, может, как я говорил, создать несколько историй. Дальше, если вы хотите поделиться своими найденными результатами с коллегами, вы можете эту историю еще до совещания предоставить совместное использование, и тогда пользователи в списке историй наравне со своими историями увидят списки историй, созданные другими коллегами, и смогут до совещания посмотреть, что нашли их коллеги, более предметно подготовить какие-то вопросы, то есть более качественно провести совещание, более быстро прийти к принятию решения. Ну, а если я прихожу на совещание, то как докладчики опроса запускают эту историю в режиме презентации, обратите внимание, это фактически похоже на обычные слайды. Но дальше ключевой момент. Если кто-то мне задает вопрос, слушай, ну, а я понимаю, что ты сейчас в разрезе этих товаров, этих регионов видишь картинку так, а я вот поработал с ними, увидел, что если сделать какие-то другие отборы, то в другом разрезе эта картинка выглядит более интересно с точки зрения важности принятия нашего решения, то я никуда не ухожу, я не прерываю совещание, я не развожу руками, что у меня этих данных нет, я же по-прежнему в клике, я не делал никаких выгрузок, а я работаю с единой моделью данных, я просто-напросто говорю, ну, что тебе, вот здесь вызывают вопросы. Возвращаемся к первоисточнику, обратите внимание, я вижу, откуда была получена диаграмма, я вижу те отборы данных, на которых этот снимок был сделан, и могу продолжать исследование в соответствии с вопросами моего заказчика, моего, точнее, коллеги. Например, я говорю, что тебя интересовали, такие способы поставки, ну, ради бога, ну, там еще какие-то. Вот по таким-то товарам, ну, ради бога, вот так выглядит картинка. Опять же, неважно, кто прав или кто не прав, да, мы пришли к консенсусу, мы не тратим для этого какое-то избыточное время, мы прямо здесь продолжаем обсуждение. Как только мы пришли к какому-то консенсусу, выработали эту часть решения, я говорю, хорошо, все, согласно, согласно, возвращаемся к нашей истории, я продолжаю свой рассказ, собственно, продолжаем обсуждать. Таким образом, мы получаем в едином инструменте и инструмент возможности независимой работы анализа данных любым бизнес-пользователям, возможность фиксации найденных в виде истории каких-то вещей, возможность обмена этими историями, возможность использования этих историй для изложения своей точки зрения и возможности совместного обсуждения тех или иных тематик на интерактивной работе с данными даже в процессе принятия решения на совместном совещании. В качестве итогов я хотел бы сделать акцент на том, что, как мы говорили, каждому бизнес-пользователю ограничениями являются для исследования не техника, а его образ мышления, мы это с вами все видели. При этом, поскольку все пользователи работают с одним приложением, вы не получите ситуацию, когда у всех разные цифры, вы работаете с одной и той же моделью, у вас нет разных выгрузок, вы работаете с одной и той же моделью данных и данные ваши правдивые, цифры могут отличаться просто лишь на разных отборах, но у вас всегда есть возможность сделать тот отбор, который заинтересовал вашего коллегу, с которым вы обсуждаете тематики, и вы увидите совпадение цифр, потому что это одни и те же данные. Отсутствие какой-то неразберихи, связанной с кучами версий, ну а когда речь перейдет к совместной работе, мы говорим о том, что поскольку вы опять же работаете в едином приложении, все ваши истории, все ваши данные, как интерактивные, так и статически зафиксированные в виде истории, это одно единое согласованное целое, на основе которого вы можете обсуждать необходимые вам вопросы. Ну и в заключение, что бы я хотел еще продемонстрировать, это некоторые немаловажные, как их называют, вещи, которые являются необязательными, но сопутствующими всем современным инструментам, которые рассматриваются теми или иными заказчиками, как инструменты для работы с данными. Это, например, и работы, связанные с использованием мобильных устройств, и работы, связанные, например, с вопросами масштабов внедрения, то есть на каких объемах данных работает клик, как это возможно масштабировать. А что, если, например, мне требуется расширять функционал, мне недостаточно, например, тех или иных объектов визуализации, которые я использую, ну и так далее. Вот давайте, собственно, по этим вопросам бегло пройдемся, и это и будет уже завершающей частью нашей общей демонстрации. Итак, первая вещь, которую я хотел бы продемонстрировать, это мобильная работа и работа в веб-браузере. Дело в том, что все, с чем мы до сих пор с вами работали, на самом деле это веб-браузер, несмотря на то, что он выглядит как Windows-приложение, называется ClickSense Desktop, это действительно Windows-приложение. Но идея заключается в том, что все, что мы с вами видим в виде объектов визуализации, это все объекты визуализации, которые работают в веб-браузере, потому что сам ClickSense Desktop – это Windows-приложение, внутрь которого зашит веб-браузер. Я могу это очень легко продемонстрировать. Так я сейчас запущу в отдельном окне веб-браузер. Подключусь в веб-браузере к моему приложению. ClickSense Desktop. Обратите внимание, автоматически выполняется русификация, поскольку язык интерфейса зависит просто от языка локализации, который настроен у вас в веб-браузере. Я фактически все интерфейсные элементы сейчас вижу на русском языке. Я открываю наше приложение, которое мы с вами старательно создавали до этого в качестве примера, и демонстрирую, что все то, что я делал, начиная от объектов визуализации и уровня их интерактивности, продолжая теми историями, которые я создавал, и даже завершая моделью данных, которую я создавал и загружал данные, создавая единое представление в моем объекте управления, я на самом деле вижу в веб-браузере и могу делать в веб-браузере. А это означает, что весь процесс, связанный как с созданием приложения с нуля, так и дальнейшей интерактивной работой с ними, он выполняется с использованием обычного веб-браузера. Более того, я сейчас, обратите внимание, покажу такую интересную вещь, как возможность многопользовательской работы с приложением. Я в веб-браузере, который у меня запущен в отдельном окне, открою мое приложение, сниму все выборки, помещу его вот сюда справа, слева открою мой ClickSense Desktop. Сразу обратите, пожалуйста, внимание на то, что у меня автоматически изменились размеры моих объектов визуализации, они подстроились под имеющееся у меня разрешение на экране, ведь, в принципе, я точно так же, обратить внимание, могу уменьшать его до размера смартфона и фактически буду видеть выставившиеся объекты вертикально, горизонтально и так далее. Но вне зависимости от того, как у меня выстроятся объекты, у меня сохраняется полный функционал. Более того, обратите внимание, я выбираю диаграммку, предположим, я на смартфоне работаю, я начинаю делать отборы и обратите внимание, несмотря на то, что я работаю с разными устройствами, вот это справа у меня, предположим, смартфон, слева у меня второе устройство, подключенное, например, к проектору, с которого я рассказываю, показываю картинку моим участникам совещания, у меня все отборы происходят как одно единое целое, потому что под всеми этими объектами визуализации лежит одна и та же модель. Я делаю эти какие-то отборы, обратите внимание, во всех окнах происходит автоматически визуализация и перерасчет представления информации о моем объекте управления. Соответственно, все, что я делаю, еще раз в клике этого брауза, каждый объект визуализации, это HTML5 объект, построенный по современным самым последним технологиям визуализации, что позволяет ему работать на любом современном мобильном устройстве в обычном веб-браузере. Для тех, кому этого мало, имеется возможность работать с явным виде устройствами мобильными. Я в качестве примера покажу сейчас, каким образом можно работать с Кликсенс на iPad. Вот мы загружаем нативное приложение Кликсенс, которое расположено в стандартном Apple App Store. Имеем возможность открыть те приложения, которые опубликованы на сервере Кликсенс. И дальше, в интерфейсе этого приложения, нам доступны абсолютно все те же объекты визуализации, которые были доступны в дает-браузере. Доступны все те же самые варианты интерактивности в любых объектах визуализации, включая отборы. И важно отметить то, что то, что сейчас мы видим, а именно работу с этим приложением, это фактически приложение, работающее на сервере Кликсенс, но в качестве клиента используется непосредственно устройство Apple iPad, и в данном случае мы в нативном приложении Apple работаем с данными точно так же, как мы до этого работали, как уже говорил, в обычном веб-браузере. При этом сохраняется, обратите внимание, вся функциональность, связанная с пальцеориентированным интерфейсом. Я с использованием прикосновений пальцев имею возможность с любым объектом визуализации работать так, как я работал с ними на обычном компьютере в браузере с использованием мыши и клавиатуры. Еще один интересный функционал, который мне хотелось бы продемонстрировать, это то, что в нативном приложении iPad доступна возможность работать с приложением в режиме офлайн, то есть при отключении от сервера. В этом случае подразумевается, что приложение запускается непосредственно в движке Кликсенс, который работает в операционной системе iOS. Это действительно достижение последнего года, потому что Клику удалось реализовать перенос движка Кликсенс непосредственно в операционную систему iOS. И это действительно нативная работа с данными, нативная работа всех объектов визуализации в движке, который работает непосредственно на этом устройстве. Поэтому при отключении от сети имеется возможность сохранения полнофункциональной работы со всеми данными, со всеми возможностями интерактива, отбора, наблюдения тех или иных данных в любых созданных ранее объектах визуализации. Еще одна вещь, которую я хотел бы продемонстрировать, это то, что каждый из объектов визуализации, который мы видели, как я уже говорил, является полноценным объектом HTML5. Он может быть как встроен в какие-то ваши собственные бизнес-приложения, в порталы, так и разработан в свой собственный объект визуализации. Я сейчас не буду показывать весь функционал, но тем не менее обращу внимание, что внутри самого Кликсенса существует встроенный инструмент, который называется Developer Hub, хаб для разработчиков, который позволяет создавать свои собственные объекты визуализации, который позволяет находить в созданных вами приложениях индивидуальные объекты визуализации. Например, я открываю свой объект визуализации, и любой объект визуализации, который я до этого видел, я имею возможность увидеть в виде готового объекта. Я могу установить у него ряд каких-то параметров, например, разрешить интерактивное взаимодействие, и обратить внимание, для встраивания этого объекта в какой-либо портал или бизнес-приложение, мне просто достаточно взять ссылку, которая была сгенерирована самим Кликом для работы с ним, и открыть ее, например, в веб-браузере или встроить ее в какой-либо внешний веб-сайт или бизнес-приложение. При этом я буду иметь возможность работать с интерактивным приложением. Я это сейчас еще раз продемонстрирую. Итак, вот мое приложение. Слева, которое мы с вами создавали, а справа единственный объект, который просто отображается в виде HTML-странички, с которым я сейчас буду и взаимодействовать. И обратить внимание, поскольку, как я уже показывал, я работаю над одной и той же ассоциативной моделью, делая какие-то отборы, обратить внимание, у меня автоматически это приводит к выполнению отборов. Во всем моем приложении я фактически вижу ту же самую картинку, но если здесь у меня просто отдельный объект, то слева целиком приложение. Точно так же есть инструментарий, который позволяет создавать свои собственные объекты визуализации, как я уже говорил в Developer Hub. Позволяет создавать составные веб-страницы и так далее. То есть фактически мы говорим о том, что человек, который понимает JavaScript IP интерфейс, коих действительно очень много в клике, вы имеете возможность создавать свои собственные визуальные элементы, визуальные представления. Более того, в силу того, что HTML5 – кроссплатформенная технология, можно просто обратиться к ресурсу, который я еще упомянул. Это ресурс BranchClick.com, соответственно, сайт, на котором независимые разработчики создают свои собственные объекты визуализации, которые вы можете использовать как для ознакомления с созданием чего-то аналогичного, так и для использования этих объектов визуализации в составе ваших решений. Хотелось бы подытожить нашу с вами демонстрацию с вводным слайдом, часть из вещей, которого я уже показал. Мы уже видели с вами возможность работы в веб-браузере. Говорили о том, что веб-браузер полнофункциональный. Например, в отличие от продуктов, конкурентов, существующих на рынках, у них существует отдельный инструмент, который позволяет создавать приложения, отдельный, который позволяет публиковать и работать с ними затем из веб-браузера. В ClickSense это веб-браузер во всем, начиная от создания приложений, заканчивая работой с данными, конечными пользователями. Мы видели, что существуют специализированные мобильные приложения, которые позволяют точно так же с вашими данными в интерактивном режиме работать в режиме отключения от сети, в режиме офлайн. Как уже говорили, каждый объект визуализации — это HTML5 объект, поэтому с использованием JavaScript API интерфейсов веб-разработчики имеют возможность создания своих собственных кастомизированных объектов с тем функционалом, который им требуется. Ну и часть этих уже готовых объектов визуализации, созданных независимыми разработчиками, размещается на сайте branchclick.com. Используйте, смотрите. В плане масштабируемости, как я говорил, Click позволяет работать с сотнями миллионов, с миллиардами записей, при этом сохраняет тот уровень интерактивности, который мы видели на примере приложения, которое я создавал в рамках своей демонстрации. И в качестве первого шага вы имеете возможность скачать бесплатный ClickSense Desktop и попробовать сделать что-то со своими данными, точно так же, как я делал это в рамках сегодняшней демонстрации. Если же вы планируете развивать ваши решения для коллективного использования внутри вашей организации, то ClickSense существует в составе серверного программного обеспечения ClickSense Enterprise, которое с точки зрения технологий информационных позволяет обеспечить нужный уровень масштабирования в соответствии с обрабатываемыми вами наборами данных, в соответствии с имеющимся у вас количеством пользователей и сложностями тех расчетов, которые вы будете производить. Ну и еще раз хотелось бы сделать акцент на том, что клику для работы с данными не нужно ничего дополнительного, то есть инструмент является полностью самодостаточным, обладает полной технологической полнотой, позволяя вам работать с вашими данными, начиная от подключения к различным источникам данных, загрузки их, преобразования в нужный вам вид, выстраивания уже обсужденной нами ассоциативной модели и визуализации тех данных, которые помогут вам более взвешенно принять необходимые бизнес-решения. В качестве дальнейших шагов и итогов подведения всей нашей демонстрации хотелось бы попросить каждого из вас по возможности выполнить простые три действия, а именно все то, что я проделал сегодня на своих данных в виде демонстрации, проделать самим, с тем, чтобы убедиться в простоте, удобстве, гибкости и ценности использования клик на ваших данных. Для этого вам нужно просто перейти по ссылке, скачать бесплатную версию Кликсенс Десктоп, установив ее на любой имеющийся у вас Windows компьютер, загрузить в Кликсенс Десктоп ваши данные, ознакомившись с примерами демонстрационных примеров аналитических приложений. Опять же, ссылка приведена у вас сейчас на экране. Ну и начав использовать уже ваши данные в Кликсенс, вы сами увидите ту историю, которая живет в ваших данных. На этом свою демонстрацию и историю мне хотелось бы завершить. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.